Дорогие друзья, ну вот и настало время представить вам главный бой нашего турнира, организованного промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. 8 раундов, в суперполулёгком весе до 59 килограммов. Встречайте в синий угол ринга бойца из города Астрахань, Андроник Григоря! Главное событие сегодняшнего вечера – боксинг от RCC Boxing Promotion. Первый приглашается Андроник Григоря, 30-летний спортсмен, представляющий Армению. На его счету 15 победных поединков, 4 из которых досрочных, 2 поражения, оба судейскими решениями и одна ничья. Дебютировал достаточно давно, в 2016 году, дебютировал в России, в Москве, после чего провел аж целых 8 поединков своих следующих в Канаде. Не знал горечи поражения, одерживал победу тут же над Андреем Исаевым. Сейчас находится в ринге, а предыдущий свой поединок провел на RCC Boxing Promotion и тогда свел в ничью против Аблорова. Кросс! Кросс и в ринге! Встречайте бойца из города Ноябарск! Эльнур Сомеда! А вот соперник Андроника Григоряна, Эльнур Сомедов, представляющий город Ноябрьск, Россия. Профессиональный рекорд 17 боев, 16 побед, 6 нокаутами при одном единственном поражении, 30 лет. Девятый номер мирового рейтинга в этом весе. Выше Кенича Агавы, между прочим, выступает лишь нескольким боксерам. И первый номер в нашей стране обошел Юрутлана Камилова и Мурада Олива и Марка Урванова по рейтингу. Эльнур Сомедов, один из лучших боксеров на планете сейчас в этой весовой категории. И одно единственное поражение потерпел в 2018 году от Никиты Кузнецова в поединке за чемпионат России. В то, что там весе. После этого случился весе и пожинает водой. Дамы и господа, представляю вам участников главного боя нашего турнира. В синем углу боец из города Астрахань. Ему 30 лет, рост 162 сантиметра, вес 58 килограммов, 940 граммов. Профрекорд 18 боев, 15 побед, 4 одержима нокаутом, 2 поражения, 1 ничья. Андроник Григоря. Его соперник в красном углу из города Ноябрьск. Ему 30 лет, рост 165 сантиметров, вес 59 килограммов, 640 граммов. Профрекорд 17 боев, 16 побед, 6 одержима нокаутом, 1 поражение. Ильнур Самедов. Рефери главного боя, Роман Петров. Соблюдайте правила внимательно, слушайте мои команды. Пожмите руки, обоим удачи. Друзья, все данные на ваших экранах, идентичный возраст. Чуть-чуть повыше Ильнур Самедов. И там близко по послуживому списку, по количеству боев очень близкие ребята. 17 против 18, и вот только поражений на одно меньше у Ильнура, и ничьих в карьере нет. И ничьих, да. Ну, в рейтинге, кстати, не так уж и близко ребята стоят. Андроник Григорян, грубо говоря, замыкает мировую сотню, потому что расположился на 81-й позиции. Дуаль Нур Самедов, как я уже говорил, девятый в мире. Но Андроник Григорян второй считается в рейтинге Армении этого веса, а на первом месте Жора Гамазарян. Еще бы после таких побед, как у него быть ненавидно. Да, с такими соперниками, да. Аккуратно начинают ребята. Ну вот здесь, я думаю, друзья, будут такие очень техничные боксерские шахматы с хорошим темпом. С хорошим темпом. И тот и другой может опасно ударить, несмотря на то, что Андроник Григорян там не имеет огромного количества нокаутов. Там из 15-14. Жора Гамазарян тоже из 16-6. То есть они похожи во всех принципе. Дарить парень могут. Есть динамит в перчатках у этих бойцов. Ну и в этом поединке все-таки, наверное, фаворит Самедов. Без сомнения, да. Я думаю, да. Но Андроник Григорян тот боец, который идет всегда за победой. Уверен в себе он до последнего. Поэтому с ним легкого боя ждать не стоит. Отлично по кулу еще пробивает здесь Альну. Это тоже отличная возможность. Во-первых, оставаться активным. Во-вторых, отличная проверка. Потому что все-таки Андроник Григорян это высокая позиция. Стоп! Ну и Альнуру время терять нельзя. Все-таки ему уже 30 лет из этой веселой. Альнар, это не молодость, расскажем. Да, конечно. И для этого веса, да. Поэтому нужен постоянный, скажем так, проектика. Нужны бои, нужен рост. Сейчас неплохо там в разрез попало. И вот Самедов. Сдание руки. Качай, 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 подсказывают из угла здесь Самедовы. Последний паровоз, посредний паровоз. Никто не рискует, ребята решили порубиться. Немножко включился, наверное, больше Григорян. Именно ему надо было вот этот темп такой размеренный где-то разрывать. Потому что уж слишком комфортно на этом темпе чувствовался Самедов. Ну, он очень спокойный. Тут же так все видел и перестреливал. И Андроник решил немножко взметить темп, так стряхнуть. Хорошо, азна по корпусу. Блог на два раза в блок. Стоп! Хороший первый раунд для обои спортсмейров. Украинец ощущения, что Самедов пока получше. Смотри, ты не должен перед ним стоять, ты должен двигаться, двигаться. И джеб под разными углами кидать. А ты упростил бокс, ты под него стал. Ты понимаешь? Ему комфортно. Еще раз движение, движение. Дернул, не ударил. Он должен бить, он должен боксировать. Провоксировать джеба. Дорога. Макс. Второй раунд. Да, мы продолжаем заслаждаться встречей Эленора Самедовой и Андронику Григоряну. А Андронику Григоряну в углу подсказывали, что ты слишком упростил бокс, ты слишком ученый просто боксируешь, дергай, да, ты стоишь перед ним, что абсолютно, наверное, справедливо. Да, больше заставляют делать фистов там у Григоряна, просят от него больше маскировать немножко свои действия, потому что в оккупность. Да, там Григорян в первом раунде ушел, просто ушел за блок и так слишком так, лично так, как ему переднюю руку сразу же проатаковал. Да, есть у него, как говорится, козыря в руководах. Самедов пока выжидательную позицию занял. Практически минуту он так отходил в защите во втором раунде, руки высоко подняты. А вот врывается здесь, да, врывается Самедов, несколько ударов в руку еще хорошо забрасывает там Самедов, и смотря на то, что плотно ногти держит Григорян, это может быть опасно, действительно. Вот только такой обводящий траекторией бьеток. И Андроникс, заметь, да, не просто там уже стоять, вот эти уклоны, отклоны, так и да, становится посложнее здесь сильную, и сейчас соревнован Самедов будет стараться что-то предпринять. Вот смотри зато, да, как резко поменялась ситуация. Теперь уже Григорян в обороне. Да, он начинает вытягивать на себя, он начинает дергать, он такой как-то. Поэтому, смотри, занял такую атакующую позицию, там опер-пос слева забросил, и по корпусу. Стоп, стоп, да. Да, которые причем, да, по своей антропометрии похожи, и поэтому работа на лишней средней дистанции комфортная кому-другому. А вот кто лучше на ней, я думаю, вот этот мы узнаем в ближайшее время. Дерехват, переходим по быстрее. Таймон. По быстрее. Попросил, да, теперь просим Садуров. Ох. Ой-ой-ой, там в корпус. Далее, ударный разрез, зовет, насколько сразу так стянул локти сюда, Андроник Григора. Почувствовал. И сам не атакует, видимо, дает себе паузу немножко восстановиться, подышать. Я не удивлюсь, если это удар плюс дыхание. Очень жестко. И в разрезы по корпусу. Ну, хотя иногда бывает, что, вроде, визуально плотно, какого-то ущерба, говорит Сапибонез, потом не налет. Но, возможно, он его не прочувствовал на адреналии. 30 прошло, и особо удара нет. По всем вот этим показателям, ощущение такое, что почувствовал его очень хорошо, его почувствовал Андроник. Он, как бы, на свои камеры, он все выбрасывает, под джеб и ставит соперника. Там несколько ударов там от Лура, но плотно был за блоком спрятан Андроник. Сам старается вернуть все удары обратно, но мне показалось, что он был в блоке защиты. Отзащищался на ногах Андроник, ушел. Это один из первых раз, когда не старается принимать на блок, а второй раунд закончен. Пойдем. Смотри, он легкий, и пошли на нем. Ищи сам, отсюда, прямой, снизу, сбоку. Серию пробил, потом на акцент заведите. Передняя рука мешает все. Передняя рука. Жеб, Жеб! Вот, какажи, как же! Сравнипус плоти? Пусть плоти их! Выкидем, выкидем! Выдох, выдох! Еще раз, Жеб, под углами не забывай! Угрота, напрягай, напрягай! Что такое? Что такое? Секундантный зарейд! Макс! Третий раунд! Да, третий раунд интереснейшего поединка. Льос Амедов и Андроник Григорян. Причем, судя по тому, как развивается этот поединок, есть у меня ощущение, что все самое интересное. Разбочегариваются ребята. Темп у нас от раунда к раунду не падает, а наоборот только растет. И поэтому большие ожидания. Вот третий раунд. Оба просто перекрыты. Пока каких-то страхов частиков в третий раунд не проходило. Смотри, Амедов много стал работать в джебах. Да, и при этом так начал смещаться. за ногу переднюю своего соперника. Ну, в общем, в теории бокса абсолютно правильная работа. Хорошо по корпусу там попал после раскатки Амедов. Забы. Получился удар. Вот это все в перчатке. Очень тактический пока что бокс. По крайней мере в третий раунд. Да, да. Окей, Андроник так пошел с прямым. Амедов старается так сайстепить передней рукой через руку. И не стал амедов, только Амедов и Ленур в третий раунде. О, амедов. Ловкий такой. Да. Точно. Было видно, что как голова подкинулась. Но прицельный. Да, да, да. По снайперски. По снайперски. Да, прошу и блок соперника этим амедовым. Еще раз попытался. И Ленур сразу покой покой. Смотри, Ленур как будто наращивает, да? Да. Включение врагов. Вот так. Волнами накатывается. При этом смотри, видишь, там открылось, мне кажется, кровотечение из носа у Андроникова. Вот это вот, скорее всего, одним из приколков подцепил. Знаешь, как это бывает. Кончик носа очень неприятно, но при этом очень болезненно. Порезше, порезше Самедов. Такое ощущение, что пропустил сейчас по корпусу, да. Самедов. Тревогный звоночек первый для Андроникова. Замерз сразу так, Андроник. Встал только в блоке. Хотя нет, почему первый? Мы же в предыдущем раунде с тобой говорили. Помнишь, когда вразрез навстречу, да, там. Видно было, что перекрыл корпус, и там проходил секунд 30 без ударов вообще Григорян. Вот похоже, как и сейчас. Самедов, похоже, нашел. Для своего фиту. Прешил обороли соперника, да. Через 1,5,5,5,5. Так, так, так. Хорошо. Не пишите, не пишите, не пишите. Какая ошибка? Стоит впереди и принимаешь на себя. Нужен на себя. Нужен нырок. Гематома смотришь. Гематома смотришь. Гематома смотришь. Еще раз. Ты понял? Да. Сейчас нужен корпус. Не заводись. Он сейчас попрет вперед через печень. Надо поймать после печени его по голове. Ты меня слышишь? Да. Нужен нырок. Нужен нырок. Четвертый раунд. К экватору подбирается этот поединок. Тренер настаивал Андродику, что нужно защищаться. Нельзя стоять. Недоволен тренером. Недоволен был, да. Потому что третий раунд пытался не лучшим для Андродика в этом бою. Он слишком много встал там, напропускал. Но много ненужных ударов. Прилом мне показался достаточно серьезный ущерб от корпусов. И мы говорили Григоряну, что сейчас бой соперник в ответ на театре. Просто встал перед ним. Двигайся, ныряй, уклоняйся работой корпусом. Не заводись. Мне не кажется, что Эльнур в такой же манере хоть десять раундов может подработать. Просто переигрывали. Возможно, и не нужно, да. Да. Ух, мало пакетов. Вот и апперкот опять там залетел. Проходят все эти удары. Хорошо, Эльнур чередует вот эти. Он тут сборку набрасывает, заставляет немножко развести локти соперника. Начинает прошивать этот клуб вот этими апперкотами с них сборку. Он всегда был достаточно разнообразным. И расчетливо при этом, да. Комбинационно успешно. Позволяет куда-то, да, разряжаться вот на такие серии. Андроник как-то опять замерз в этом раунде. И причем, да, несмотря на то, что он предпринимает много плотов, не рискует отвечать. Не держать, не держать. Не держать. Вторым темпом подсказывает Григоряну. Вот сейчас старается он включиться, показать, что он как бы нисколько не сломлен, не спрятался за плотом, старается работать. Какая комбинация. Один из прямых ударов, как казалось, там пролетел между перчаток. Куда? По корпусу. Ну, Савидов не то, что покерт, но взвинтил. Не то, что взвинтил, а так добавил в темпе, да? Как-то. Сейчас он просто чувствует тяжелее стал. Складывается. И меньше опасности стал составлять сейчас в ответных ударах все-таки здесь Григоряна. Танас по корпусу накопился, стало тяжело. Он стал больше уходить. Благореже стал контратаковать. Почти, вот смотри, какая четыре удара безответные. Ну, а Савидов может на выборную стропу. Да? Ой, 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 ой. В определенный момент, что перчаток заходит, как скальпелем просто. По крайней мере, он прошивает немножко вот эту защиту. Насколько тяжело пока, не понятно, но он прошивает. Напрягает, 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 напрягает. Просто постоянное давление от Григоряна, несмотря на это идти вперед. Пошел вперед Григоряна. Не очень многоударен он в этом раунде, Андроник. Откнуется там, правда, на жесткие. Они показывают, что, в принципе, я готов. Да, такой скандрит. Да, говорит, я готов поработать у канатов. Григорян запарикодировался за блок. Хорошо сейчас защитился. Выше голову. Стоп! По фокусу, по конец, пропускает. Очень тяжело. Маку Руана, да. Глава Кравков на ваших экранах очень-то. Маку Руана – потенциальный соперник Альнура. В одной весовой категории, да, эти ребята. Все нормально, все хорошо, продолжайте вам следуйте. Правый боковой четкий стайк. Шаг, шаг и правый боковой. Он летит, он сзади руку летит. На один удар только чего он, больше не кто не забрал. Поэтому фокус не терять. Атаку провел сразу, Рокатюджок не ушел. Макс! Пятый раунд, дорогие друзья, это вот Самедов против Андронико Григорянов. Вот эти удары по корпусу. Просто ломают рисунок боя Андронико Григорянов. Я вот прям вижу, что Самедов имя не дает ничего сделать. Да, он разбивает, постоянно заставляет держать лоб на перчатку. Отвлекает, да, Григорянов только думает, вот дай двоечку ударю. Да, в пузо и все. Никаких тебе двоечек. И тут же иногда каскируя вот эти удары в корпус, поднимая аперхот в голову, да. Поэтому он и залетает, возможно. Очень вкусно сегодня выглядит. Наверное, с дальней руки там дотянулся, так цапнул между перчаток. Но при этом, да, защита тоже на очень хорошем уровне и у того и другого. Таких прям вот частяков, чтоб залетали не так и много. Каждому приходится потрудиться для того, чтобы открыть для себя соперника. Два боковых там в одной в перчатку постарался пробить Самедов. И при этом, смотри, то идет вперед, то начинает закручивать. Самедов потом опять немножко тянет на себя. Прямой суперкотом два раза прокомбинировал. С шагом, да, такие комбинации красивые? Да. Разум не оставаясь на месте Самедов. Постоянно смещается. Немножко ног по фронту. Понимает это сейчас и Григорян. И, заметно, так тоже начал по фронту чуть-чуть раскачивать корпусом. Как же здесь наслаивает атаки. И всегда оказывается вот чуть-чуть за спину своего соперника. Ударил, сместился, ударил, сместился. И все это за доли секунды. Да. Я не знаю. У меня слова кончаются. Хвалебные в адрес Ильнур Самедов. Многие любители бокса сейчас получают удовольствие, наслаждение. Глядя вот такой бокс. Видят такой бокс. Мы прекрасно знаем, что Ильнур Самедов хороший боксер. А сегодня он как-то вот прям совсем грамотно работает. Да, да. А у Андроника, получается, был план на бой. Я так понимаю, перебоксировать не получается. А именно он сейчас и не получается. Возможно, Андроник старался за некоторую позицию. Побить, посмещаться, подергать где-то, покачать. Он сам так работал. Не получается пока Григорян. И зацепиться за какой-то размен, за драку тоже не получается. Настолько подвижный норк. И пытается сейчас Григорян вот как-то накрутить тэм. Да, вот вроде идет за блоком. Но ничего это не приносит. Он протыкает, принимает много ударов на блок. И, в принципе, все на этом. Без ответа. Ой, молодец, здорово. Отцепил. Сейчас так передней рукой. Редкий удар попал по Самедову. Самедов тут же легко три раза отработал. Покачал головой и сказал, смотри как надо бить. И снова начинает разбивать. Смотри, там голову тут же с корпуса на голову отец перевел. Роман Петров попросил, не держает. Роман Петров в рефере этого поединка. И внимательно следит за соблюдением всех правил. Опять апперкот. Также попытался. Стоп! Вот так вот ребята немножко отыграли. На камеру удар. Раньше времени пошли полгода. Идем продолжить. Надо должно дурачка делать. Провоцировать его. По очкам ты же знаешь, что ему не выиграешь. Ты понимаешь это? Значит, еще раз. Не подстраивайся под него. Дури его. Заводи его. Как ты сказал, в третьем раунде делал. Ты меня понял? Да. Все. Дури на ногах. Логично. Сейчас проигрывай попозже. Чуть-чуть проигрывай. Все. Медельно просто все. Делай с него картинку. Картинку делай. Ты меня понял уже? Выпады. Опаны. Сибирь. Капа. Макс. Пять. 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 Друзья, воплепительный поединок между Юнуром Самедовым и Андроником Григоряном продолжается. Главное событие вечера. Да. Промоушен. Шестой раунд. Шестой раунд. Из восьми запланированных Андроник Григорян, смотрите, поменял стойку в стойке. Левши старается идти здесь на Самедова. Гематома образовалась достаточно такая уже плойенькая, но пока ничего опасного у Андроника. Я знаю, если честно о чем задумался. Когда он стоит в стойке Левши, его печень еще ближе к Левши. Абсолютно верно. Это и есть, да. Возможно. Потому что она страдала и так весь бой. А теперь она еще опасна. Но тут мне кажется, знаешь, что пытается нейтрализовать Андроник? Вот эти постоянные смещения, смещения, да, от Эленуа Самедова. Да, возможно. Слушай, а что мешает Эленуру в другую сторону начать закручивать? Ну да. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вроде как работает с девчонкой, но каких-то дивидентов это не приносит Андроника. Он также принимает много наглот. А некоторые из Ильгаров сейчас стараются сам плотно ответить. Он требуетнякивал, да, Самедов? Пытался под удар боковой поставить за первым. И хотел цепануть правым бокалом. Вот. Ну и как будто вот три раунда ушло у Григоряна, за то, чтобы расшифровать вот эти удары Самедовой, как будто начал гвить. Не поздно. Да. Причувствовался. Абсолютно. О, три удара. Все равно. Скорость Самедова просто не нужна. В скорости, наверное, вот этот тайминг, да, своевременность. Потому что они, смотри, три удара всего. Какой-то поручной скорости-то и нет какого-то, блин. Вовремя Самедов. Как будто ноги. О, да, да. Футборка. И при этом далеко там он и не уходит. Он постоянно играет и далеко на средней дистанции. Но он заходит, грамотно закручивает. Опять начинает бомбить корпус. Степа с ударом по корпусу, конечно. Сочный. Загрызается Андроник, сопротивляется Григоряну. О, правый боковой с Ружи Аперкот. И снова видно, что там через защиту, но пролетело. Вот этот удар. Несмотря на то, что боллок такой очень баррикадный стоит там у Андроника. Андроник показывает мне, я ничего не пропускаю. Он старается идти вперед, но при этом немного у него получается у самого. Как говорится, я ничего не пропускаю, но это не точно. 30 секунд до конца шестого раунда. Очередной успешный боевой отрезок для Эльнора Самедова. Тяжело, тяжело Андронику Григоряну что-то противопоставить. Хотя бы что-то противопоставить вот такому доминирующему голку сегодня в исполнении Эльнура Самедова. Три комбинации, все три закончились вот этим правым кругом по туловише. Сначала двойка, потом серия и еще двойка. Причем я, друзья, хочу сказать для тех, кто вдруг захочет меня обвинить, что я недооцениваю Андроника Григоряна. Андроник не боксирует плохо. Просто настолько хорош сегодня Эльнур, он ничего не дает сделать. Не дает, да. И Андроник старается, он идет за плохом. Он не допускает ошибок, он дисциплинированно работает, он не успевает и все. И даже по-плоху, посмотри, насколько плуты его руки, но все равно Эльнур находит моменты, когда попасть. Ждем продолжения боя. Сейчас опять с первой минуты полететь, а потом встанет, да? Сейчас на скорости поработаем, пока без акцента. Вторую половину, там будет уже акцентирован удар и комбинационно будет, да? Попробуй, знаешь, что происходит? Ждем продолжать. Мой раунд 2 одного боя. Эльнур Самедов, Андрадик Григориан. Не могу сказать, что поединок уж прям односторонний, но преимущество. Но преимущество, да. То ощущение, что да, очень хорошо пользуется своим преимуществом. И здесь Самедов грамотно чувствует. Все его, скажем так, на башни заготовки заходят. Особенно его удары по хоростям. Со смещениями в сторону, хайдстеп, там по хоростям весь бой. Который, ты как правильно сказал, очень сочно смотрится. Зрелище. О, из-за того, да. Андрадик вновь туда закорректировался. Заброй, так плотно перекрыт. Ух ты! Да, подцепел, подцепел. Чем именно? Я даже не уделал. Аперкот был там, удар по корпусу. Удар по корпусу пропустил тоже. Шаг Григориан в руководство. Показывает, что, видимо, он пробит корпус. А он говорит, все готов. Все, друзья, это нокаут. Причем даже не фактически, насколько я понимаю. А я думаю, там сейчас покажут повтор этого прекрасного эпизода. Внимательно нужно изучить и понять, что произошло. Эльнур Самедов сегодня был велик. Да, в высоте. Эльнур Самедов, по-аниментарным, по-аниментарным. Эльнур Самедов, по-аниментарным. Это будет эльнур Самедов. Субтитры сделал DimaTorzok